Мы продолжаем разбирать три вида знаний Хохма, Бина, Дат Хохма, мы сказали, что это мудрость, которую мы получили от Бога на Гре Синай, на все сферы нашей жизни Бина, это ее понимание, которое состоит из двух аспектов Во-первых, анализ, методика, изучение, толкование Торы Которое передается от учителя к ученику по традиции Во-вторых, личные качества человека Его глубина, его трудоспособность, его основательность От этого зависит, когда он проведет эти знания через себя Какие выводы он сделает, насколько они будут глубокие, насколько они будут точные Если он где-то ошибается, насколько он готов принять и исправить свою ошибку И сегодня я поговорю про Дат Разум Главная цель нашей учебы Это видеть знания во всех сферах, во всех аспектах нашей жизни Применять их на практике Видеть руку Бога во всем, что с нами происходит Пример Человек идет к... Человеку болит голова Он берет таблетку, не помогает Идет к врачу, не помогает Идет к кому-то профессору Ищет какое-то платное решение хорошего врача Не помогает Идет к альтернативной медицине Гемиопатия Иглоукалывание Не помогает Идет к экстрасенсам Не помогает Тогда куда он идет Едет к стене плача Помолиться То есть у него в расчетах нету Бога Любой вопрос, который возникает Он привык решать своими силами Помощь своих связей Своих знаний Своих денег И только если это все не помогает Тогда он обращается к Богу Такого человека Нет достаточно разума Он как будто живет в темноте Он не видит реальность по-настоящему Потому что более правильно это понять Что тот, кто нас в эту ситуацию завел И тот, кто может нас в эту ситуацию вывести Кто-то всегда услышит, поймет и поможет Нужно сначала обратиться к нему То есть к Богу И потом уже принимать лекарства Ходить к врачам И тогда есть намного больше шансов Что это все поможет Люди часто с пеной во рту готовы Другим доказывать Что есть вера Что есть упование на Бога Но когда сами они оказываются В сложной ситуации какой-то стрессовой Они вдруг начинают волноваться Переживать и ведут себя Как-то неадекватно И вот дат Это именно Не просто говорить А это жить И видеть руку Всевышнего Во всем, что происходит В нашей жизни Рафхай Муша Лутсата Приводит аллегорию В своей книге Мишлата Шарим Путь праведных Он говорит, что бывает Два вида темноты Бывает такая темнота Что человек вообще не видит Куда идти А бывает Такая темнота Что человек путает Ему кажется, что это столб А это человек Ему кажется, что человек А это столб И он имеет в виду Что есть В мире Два типа Ситуации Ситуация похожая Как была в Советском Союзе Когда Была запрещена Религия Когда равинов сажали в тюрьму Все Связанное с религией Уничтожали И через несколько поколений Люди вообще Забыли про Бога И в своей жизни Они надеялись Только на себя Только на На свои силы На своих друзей То есть Это называется Полная темнота Они видят по-настоящему Что происходит А есть А есть Другой вид Когда Человек путает Столб С человека У меня есть в виду Что Такой вид темноты Когда Есть подмена приоритетов Подмена ценностей В Америке, например Не запрещали Соблюдать Но в Америке говорили Что человек должен быть Свободен Свобода Это Человек может делать В любой момент Все, что ему нравится Все, что он хочет А шаббат Кашрут Они человека Обязывают И человек не свободен И у них были Другие приоритеты Они говорили Что человек должен Много зарабатывать Делать карьеру Расти материально И поэтому Работать нужно было Семь раз в неделю Невозможно было Устроиться Если человек Соблюдает шаббат Потому что Он просиживает Целый день Теряет целый день А на самом деле В шаббат Все наоборот Мы получаем Во-первых Мы отдыхаем физически Мы заряжаемся Духовно Мы проводим День с нашими Друзьями С нашей семьей И получаем Браху На всю неделю И на заработок И на здоровье И на все остальное Это Совсем другое понимание Действительности То есть Человек Он ошибается Человек находится В темноте По двум причинам Или он Его не научили И он не видит Бога в своей жизни Или Ему Сменили Ценности Сменили Приоритеты И тогда Он гонится Совсем за другим И не видит Бога в своей жизни Так вот Царь Шлемов Пришел у нас С помощью своих аллегорий Раскрыть Бога в нашей жизни